И будут ли они продолжать брать вот таких необычных персонажей или сейчас пойдут по стандарту? Смотрим. Драфты третьей решающей карты. MVP Phoenix против OG Dota и сразу OG избавляется от Darkseer. MVP Phoenix убирает Vespa. То есть у нас не будет по-любому уже страты из 5-милишников и не будет страты из Bristol Bay. Поэтому я не знаю, что MVP собирается тут делать. Все-таки какую-то они извлекли для себя пользу из первой игры. Что... А, Elder Titan. Ну, не знаю, стоило лет давать. Они Бэтрайдер этого боятся, но не знаю, он какой-то... Может быть, я постоянно люблю Бэтрайдера, а на самом деле он очень крутой герой. Хотя Moon показывает нам из раза в раз, удивляет нас. Вроде как он то без лосо качается, но все у них работает с этим без лосо. Он ходит и убивает людей, ходит и фармит быстрее, да, и получается в итоге у него этот даггер. Ну, там, отранклилый барабанный даггер какой-то. Даже вот в первой игре он там Баратрумов ловил. То есть, в принципе, делал много работы. Не, ну, в прошлой игре он взял лосо уже на шестом. Он остепенился, знаешь, то есть теперь он использует эту стратегию без лосо, только, ну, не просто так. Не бездумно он это делает. Не бездумно, да. То есть надо лосо, берется лосо. Ну вот. Акс на ФП. Привет. Их еще одна, да, следующая история. Это, опять же, много милишников, и там всегда присутствует акс. Вот этот вот акс, сигнатурный. На нем играет, ну, по идее, Фариф. Хотя всякое может случиться. Ну да, он же вообще крутой акс. Да, да, да. Посмотрим сейчас, как будет. Последние, по-моему, свои две игры с аксом они проиграли, насколько я помню. Ну, может быть, вы можете посмотреть. Обязательно сейчас это дело удостоверим и выясним, что вообще они играли две игры всего с аксом на этом турнире, и обе проиграли. Все верно. И неприятно. В обоих играх был Рикимару. Может быть, стоит отказаться от этого персонажа. Точно стоит отказаться. Точно стоит отказаться. И взять Огромаржара. Ну вот молодцы, молодцы. Вот, ну, даже как бы я не любил MVP, как бы рядом со мной не сидел Андрей и говорил о том, что надо любить MVP, иначе будет плохо. Но вот не могут они в равных условиях сражаться против OG. Не могут, Андрей. Ну, хоть убей. На 2017-м смогут интернешнл. Сейчас пока не дотягивают. И вот надо что-то изобретать, надо что-то придумывать. Пользоваться моментом. Где-то вы подловите, там даже такие ребята, как OG, опытные и скилловые, могут ошибаться. И вот вы их подловите и пойдете вперед дальше по винорам. А там какие-то еще у вас булки будут. И все. Ну, тут правда, Летар Титан Войт как бы уже, ну, в общем. А сейчас еще Магнус, Ценка и поехали. Надеюсь, OG не будет как... Помните, мы какую-то игру анализировали, где... Да, да, да. А, это MVP были. Конечно, конечно. Которые взяли тоже Летар Титан Войт, а потом вот просто виртуозно заруинили себе пик какими-то остальными. Найксом и... Да, это самое было. Матрешка. Кто же еще был? Найкс Алхимик. Алхимик, да. Все въезжают, все откладываются. Это Ликвид, да, блин? Да, ну... Да вроде Ликвид это были. Это MVP против Ликвид. Это MVP против Ликвид. Александр, не могу я с вами поспорить относительно того, что в чистом поле MVP слабее, чем OG. Ну, ты знаешь, я бы не использовал термин слабее, я бы сказал менее опытное. Все верно. Вот. Действительно так. И вот касательно Бэтрайдера, вот этого бан, я считаю, лучше бы, наверное, все-таки Элдера оставили бы в бане и дали бы Бэтрайдер. Ну, честно, Бэтрайдер, да, у них получается, но их получается в принципе. У них с Элдером, я уверен, будет получаться еще лучше, потому что герой для нынешней меты крайне силен. Даже против такой вот сумасшедшей, сильной, агрессивной даблы в оффлейн, Акс, Огр, Элдер Титан найдет что поделать. В любом случае, у него есть танк, который носит уйму демеджа. В целом герой по статам не слабый. То есть, кроме того, что это отличный лейт-герой, это еще и неплохой саппорт начали, лейн-саппорт против таких героев. То есть, мне кажется, в этом сейчас это может сыграть очень сильно против них. Злую шутку, мальчик. Ну, Элдер Титан вообще топ-1 герой для OG. Они начали его пикать. Напомните мне, когда, по-моему, чуть ли не во Франкфурте еще. Вообще, когда никто не брал этого героя, они уже им брали его, играли. Изначально еще, когда, по-моему, Нутейл играл в Сикретах, тоже начал по пейджу практиковать вместе с Нутейлом вот этого господина Элдер Титана. И тогда-то Нутейл увидел и понял, что это герой очень сильный. И нес это в себе, нес, и вот, собственно говоря, передал. Принес? Да. Возможно, Флай это увидел. Он тоже играл в Сикретах, да? Они могли все вместе увидеть. Есть подозрение, что приносит Флай, а не Нутейл. Но я, честно говоря, не знаю, кто у них приносит, кто. Я лишь предполагаю, мне кажется, что Нутейл больше и исполнитель, и виртуоз. Ну, возможно, возможно. Думают, они же вот даже в интервью говорил Флай, что они прям лучшие друзья и братья, и поэтому, наверное, как-то сообща они все это придумывают. Он что-то у Демона появляется. Лучшие друзья. Если братья, то если Нутейл младше брат, то, возможно, Флай немного это обузит. Да. Это я говорю, как младший брат. Бьет его? Обижает. Андрей, тебя обузит? Меня? Нет. Чужие. Это в прошлом. Так вот. Шадо Демона задел под что, Ярослав? Задел, возможно, под какого-то Террор Блейда, но не будут они брать. Под Луну? Но Луну я ни разу не видел от MVP. Вообще, так говоря, Шадо Демона, возможно, они взяли под сейв тоже какой-то. Универсальный герой под сейв. Может быть, какая-то есть идея. То есть, опять же, Мирана какая-то. Он и с Аксом неплох, на самом деле. Можно фармить стаки, там что-то такое делать. И Шадо Демон тоже обузит Акса, как младшего брата своего. Но нужна ведь все-таки какая-то конечная идея уже, имеешь Шадо Демона на руках. То есть, сейвить хорошо, с Аксом подформить мидгейми тоже хорошо. Но в идеале иметь все-таки какую-то такую серьезную опору, особенно учитывая то, что эта игра очень важная. То есть, возможно, она затянется. Да будет что-то, я думаю. Но тут как вот из вариантов. Действительно, Луна, Террор Блейд. Но Террор Блейд против Титана просто. Конечно, Террор Блейд смотрится, но против Титана уже не хочется. Вот у тебя Шадо Демон есть, чтобы его зацелить. Слишком много брони режут, и что-то ты ба-ба-бах. А есть, кстати, один волшебный герой Кентавр. А, о чем это мы же забыли. Есть же персонаж, который всегда работает. Так правильно, работает Бейби Ги, называется. Прыгнул Титану, дал два крита и до новых встреч в эфире. Все верно. Нет, Кьюо на Фантомке невероятно хорош. Красавчик он, кайтит. В принципе, и Эмпи невероятно хорош. Возможно, они все невероятно хороши. Может быть, у них даже есть в тренировочном процессе, знаешь, час игры на Фантомке в день, там, обязательно. Как у корейцев в школе два часа Старкрафта, так у... ну, в смысле, у Старкрафтеров корейцев. Так вот, у этих час игры на Мартредке в день. Они все собираются, в пятером стартуют паблик, попадаются вместе и пикуют Мартредок. Ну да, да, да. Свен, ну, это старая, добрая, стандартная, стабильная стратегия от УДжи. А что я Магнуса? Нет, нет, Магнуса не будет. Ну, скорее всего. Я думаю, что появится какой-то более активный герой для Миркла. Опять же, да, вот Инвокер все еще в пуле. Тинкер очень хорош под это все, может быть. Инвокер тут, опять же, не нужен. Ой, королька 9000 ммр, ты можешь, подвольте. Да, можешь, но действительно, лучше не рисковать. Если бы это была там, ну, из серии 1.0 они хотя бы ввели, тогда можно было бы попробовать. Но Инвокер тут, вот если бы у MVP появился Инвокер, то это может быть... Ну, тут уже Мартредка в мид идет, поэтому, скорее всего, нет. Не факт, Мартредка может пойти на легкую. Ну, может. Очень вряд ли, что УДжи подойдет к уязвимой мидер, потому что уже есть, во-первых, Мартредка, которая легко цепляет на миде, плюс Огур, который, в принципе, и по Тавр не побоится залезть. А Коттл и Элдер Титан, при всем уважении, не самые лучшие суппорты поддержки мида, так сказать. Ну, только Элдер Титан или на защите, или же, если есть какая-то комбинация с Таном, то есть там, не знаю, Стрела по Тмы, например, или Хак Паджика. Хак Паджика. Вот и Хак. Бан Алхимика и последний пик для О'Джи. Видимо, они уже решили, потому что Антейл возвращается на свое место. Да, 10 секунд у них просто осталось. Да, время кончается. Ну, что же будет за герой? Миракл, кем ты удивишь нас сегодня? Еще 5 секунд. Еще 5 секунд. Это Тинкер. Но я так и думал. Он смотрится в этом пике, но вы правы, что ему может быть тяжко в миде. Его могут там запинать. Я думаю, возможно, именно это причина таких долгих сомнений перед последним пиком. Тут вообще лайнинг у О'Джи как бы страдает, потому что Акс Огрмак приходит к тебе, а у тебя там Свен, Элдер и Коттл. Огрмак идет просто, разбивает личика Коттлу. С этой линии тяжело уйти куда-то. Да, и сейчас раньше еще была неплохая возможность у Свена контрить Акса своим варкрайм, потому что крутилка наносила мал дамеджа. А сейчас же это пьюр дамедж, и урон полностью проходит. Круто. Поэтому можно убить Огра. Ну, можно убить Огра, только нельзя убить Огра в самом деле. Как говорил Андрей, что ваши сплы не перекрывают его реген, правильно? Ну, типа того. Да. Как бы партия 4. Инвокер! Ой, 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 ой. Все, 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 все. Вот это битва, так битва. Так это молодцы, молодцы. Мои мальчики, давай. А так это MP на инвокере. Получается, он на легкой будет формизировать. Вот он, MP у нас в студии. Да, да, да. MP в студии. Третья решающая карта матча Ог и MVP Phoenix. Совсем скоро мы узнаем, кто же займет как минимум 5-6 место на этом интернешнале, а кто упадет в сетку лозеров. А пока слово нашим комментаторам, Вилату и Гатханту. Спасибо огромное, Вайна. Что же, мы возвращаемся в Киарену. И действительно, только настоящий фанат Dota 2 может поднять так. А привет чатику на Твиче, конечно же. В первую очередь, я думаю, сейчас вы будете все поднимать така. А вы настоящий фанат Dota 2. А вы сможете поднять така. Ну что же, всем еще раз добрый вечер. Мы продолжаем с вами самое крутое шоу в истории киберспорта. Это The International 2016. По-прежнему, Вилату и Гатханта для вас. Кейри не комментирует. Первый четвертьфинал Винров. OG MVP пока 1-1. Ну и смогут ли MVP собраться после поражения? Вот сейчас уже больше похоже на их игру. То есть появление Фантомки, появление Инвокера, Shadow Demon, все вот это Disruption, туда же Sunstrike и Axe. Такое мне нравится больше. Не люблю, когда они берут формильных героев. Вот Alchemic, Naga, все это через Radiant, Split Push. Мне кажется, не их это стезя, скажем так. Им больше надо вот эти врывы убивать, 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 на Кураже и дальше. Ну что же, поехала презентация команд. Критам только что показали на LR Titanium. Fly играет нас на Keeper в The Light. Ну и понятное дело, Miracle. Miracle на ком же еще? Конечно, на Tinkering у нас Miracle. Void у команды MVP от Dubu. Это не Void, боже. Это тут перепутали сейчас, потому что на Void вообще играет у нас... Какой Void? Moon играет на Void. Показали просто Dubu, и я запутался между... Что вы меня путаете вообще? Что за презентация такие? Да. Феби, на Угрмаге, киоу на Phantom, киоу на Акси, импи на инвокере, дубу на Шедоу Демоне. Уже более правдиво. Пытаются у нас запутать, а потом вот эти комментаторы... Показывают Dubu, и да, я думаю, что бы живой, по-моему, не за ту команду играть. Ну, да ладно. Мы-то разобрались. Нас не надурить, не. Можно, конечно? Не, можно, можно, можно. Мы выкрутились. Выкрутились. Что ж, баунти руны. Стычка. Будет или нет, ну, вряд ли будет рисковать здесь Moon. Может, конечно. Но Шедоу Демон есть, если... Ну, вот очень наглеет. Слушай, Moon, получается, там, и упринь. А зачем? Сейчас ведь будет Disruption, а, там яд, яд, там яд уже третий стак. Это Фирсбат. Я не понял этого приключения сейчас. Вообще не понял этого приключения. Я не совсем понимаю, что хотел сделать Moon Minion, здесь, но явно он не хотел умирать. Но как-то вот получилось так, что он умер. Ну, окей. В теории у него была надежда, что там не так много героев. То есть, хотя бы одного стана не было. Нет, я понимаю, если бы он забрал бы руну, но он не забрал руну, он просто умер. То есть, ну, это вот прям совсем не то, что надо. Ладно, посмотрим, что дальше будет здесь у Moon на линии. Посмотрим, как ему здесь будет стояться. Ну и, как всегда, наш презентанский в лёгкой фармиде. Дубой ему помогает, что в нем не против Moon'а на войде в миде. Miracle у нас будет стоять, конечно же, не против Фэби, а против MP. Фэби ему помогает, а Miracle помогает Крит. Ну и в лёгкой линии пока No Tail стоит против воздуха. Воздух — это сильный соперник, на самом деле. Вот 4F ушёл в лес. Сильнее, чем воздух, да? Ну, 4F сильнее, чем воздух. Это однозначно, что 4F сильнее, чем воздух. И это хорошо так. Ну вот мы видим, Крит тут гоняет Фэби, очень неприятно Фэби. Но Фэби тоже такой мужик, что он может и развернуться, и повоевать. Вот такие два хороших суппорта у нас друг друга стоят. Alder Titan и Ogermag могут серьезно подпортить нервишки и друг другу, и другим игрокам, скажем так. Ogermag поярче смотрится. 4.2 хп Регина в секунду без всяких бафов. И он готов тыкаться. Тем более 8 армора. Ну, с ним руками не особо интересно драться. Проще не драться. Так, ну что, MP начинает тычковаться с Тинкером. Что по крипам? По крипам 8 на 1 против 4 на 1. Ну, Тинкер ведёт. Тинкер ведёт. Но всегда есть секретное оружие — Акс. Который в лесу за это время набирает столончиком. Да, это суперсекретное оружие. Вопрос в том, сможет ли Акс ловить этого Тинкера. Вот к чему вопрос самый интересный. Вот мы видим, что Курьер пока у команды MVP не понимает, идти ему или не идти. Он пошёл, потом говорит, не, я вернусь. Добрал Виндлэйс и теперь пойдёт. Да, в миде MP, понятное дело, против Мирокла. Это будет, наверное, самое интересное противостояние. Посмотрим, смогут ли они там нафармить. Кто, точнее, сможет здесь нафармить лучше. Я думаю, что Тинкер должен перефармливать. Ну, вопрос, насколько здесь зависнет, то Гермак и будет бегать за Тинкером и давать ему станы. Пока мы видим топ-1 по хрипам фарм. Ну, это понятно. Как бы ему-то ничего от жизни не надо. Он стоит себе, они сами от него убиваются, то есть, стой себе фармить. Как бы вопрос в том, будет ли мешать как-то лучше. Наверное, это отпадает, потому что нет смысла, наверное, мешать здесь. Лучше помочь своему мидеру. Всё-таки Мирокл должен быстро выносить травела. И лучше пожить возле него где-то к риту. Но Тейлу помощь не нужна. Он стоит, как я сказал, против воздуха, бьёт крипочков, подпушивает тавер. Часть варкрай можно в скором времени его пытаться забрать. Подожгли снова Тинкера. Неприятно. Горит, бедный, горит. Ну, неприятно, не неприятно. Мне тут больше интересует, как именно будут этого самого Тинкера ловить, когда он войдёт в раш. Он в раш войдёт однозначно, это Мирокл. А у него однозначно будет много артефактов. Подожгли муна, травят, но не получилось сократить дистанцию. В миде Мирокл проседает. Стан по Мироклу. Отличный у нас хастом под Критаса. И вид Мирокля. Рокеты на развороте. И это фраг в миде от Мирокла. Пэби надо бежать. Мана есть у него на лазер, по крайней мере, лазер второго левела. И ушёл в тень Пэби. Не смог пробить. А вот там, кстати, на развороте, на развороте проблемы у того же Мирокла. Мирокл на развороте. С Дубу дерётся. Мирокл до конца гейт с Дубу. Иллюзий! Но он так и сделал этот фраг. Минус 2 от Мирокла. И смерть от Иллюзий Дубу. В прошлой игре Мирокл обошёл. Сумаила вышел на первую строчку по количеству киллов. За игру в среднем показателе 10,5 киллов за игру. Но это просто жесть. Мирокл, конечно, золото. Находка для всех, кто любит фэнтези, например, играть. Как и Сумаил. В общем, они оба любят пободаться. Ну, Сумаила мы сегодня не увидим. Нам Крид тем временем отправился домой быстрым телепортом. Сумаила мы увидим завтра. Туда же Угармак отправляется. Они просто все погибают. Нейтралов убиться. Урсы здесь собирают куш. Нормально. Зарабатывают звания. Да, напомню, ребят, что после этой игры вы не вздумайте ложиться спать, куда-то уходить. Но что самое интересное, только начинается. Наверное, один из самых интересных матчей для нашего, для СНГ, что мы зрители сегодняшней ночью будет играть Уинкс против Диджитал Хаоса. Роман Резолюшн. Фоминок там, тем временем, на нижней линии Фэби. Проблемы могут быть у него. Начинает Нотейл, его рубит Фэби. Фэби на развороте по Нотейлу. Ну и тут же Фореф. Фореф будет ли агрить Нотейла? Так оно и есть. Два пацана под агром. Задувает здесь Коттл. Ну и на месте Форефа я бы, наверное, не наглел особо. Я думаю, на месте Нотейла надо бежать отсюда, потому что ультимейт-то есть. Вот сейчас скрипы идут, ну почти. Вот будет шанс у Резоли войти в топ-6 Интернешнл. Сегодняшняя победа. Был у него такой шанс в прошлом году. И вы помните, кто их тогда остановил. Ну, Резолюшн сейчас просто на пике формы на самом деле. Если его не сегодня пропрет на топ-6, то когда, я уже не знаю. Да, надо, надо. Понятное дело, очень хороший Миракл. В миде нападает на него. Фореф уже рядом. Фореф сейчас будет стягивать Миракл. Да, так оно и есть. И Сулэнду Анг. Первый об голову Тинкера залетает в исполнении Акса в этой игре. 3-2 МВП впереди. Аксу нужно деформить Даггер. Прямо сейчас, может быть, уйти в лес, настакать и собрать себе Даггер. С Даггером он сможет Тинкера гонять по всей карте. Индит. Ну, да, действительно. Если будет Даггер у Акса очень ранний, то, в принципе, мы понимаем, что Тинкера можно будет ловить просто. У меня был вопрос там, да, что нет какого-то Баратрома, который может его по всей карте ловить. Но Акса там, да, и с Пантомкой, с ее блинками, их, в принципе, будет хватать. Потому что если они цепляются в Тинкера, то, ну, дальше все. Череп-череп, гроб-гроб, крест. Вот этот вот. И там особо Миракл не разгонится. Очень много деталей влияет на итоговый результат игры, понятное дело. И как оно пойдет, как будут отыгрывать тиммейты Миракла. Вот опять-таки, будет ли Флай сейчас делать, например, то, что любит делать Аки из команды Альянс. То есть уходить в лес с котлом и формить какой-то условный, очень быстрый агоним. Да, ну, уже он не так немножко играет, но что-то же Аки любит играть. Через Айрон Талон на котле. И у него очень хорошо получается. Но вот Флай играет. Ладно бы получилось с Тинкером, еще и с котлом лесным, еще и Свену надо настакать. В итоге, я думаю, VP этой ситуации воспользовались бы. Ну, возможно. Так, ФБ. И два Угара. Надо нажимать, котел задувать. На самом деле, через ГДС бы убил. Ну, может быть, подумал, что пока нажмет ГДС, будут проблемы, там не получится. Миракла без моне оставляет в Мидимбе. Может быть, там развернется ФБ, успеет там как-то стандать и так далее. Слушай, я вот только что обратил внимание, вот перед нами вот эти здоровенные плазмы с игроками и с героями. И на них пишет, когда человек левел поднял. Это довольно удобно. То есть, если кто-то поднимает левел, он такой стрелочкой вверх пишет, там аппул, седьмой левел. Ну, это для зрителей, понятное дело, в зале удобно сделано. Нотейл. Пытаются его сагрить. Пошла задувка в никуда. Здесь же Дубу. Надо Нотейлов подловить. Пошел Агар. Ну, и играть. Ну, ты знаешь, вряд ли Йохан отсюда уйдет. Хотя есть Крит. Будет еще хостом. Дубу. О, Дубу уснул. Один удар ему осталось сделать. Дубу проседает. Погибает Дубу. Крипы его добили. Тем временем разрубили Нотейл. Погоня за Критом. Были Агар от Форева. Форева очень быстро бежит. За Агар от Крита. Нужно еще, чтобы Крипы его побили. Немножко тут же МП. Торнадо. И сейчас будет еще один Каллингблейд по голове Криту. Минус два. Забрать Крипов, забрать вышку, купить Даггер и продолжать в том же духе. Вот что нужно сейчас в МВП. Да, согласен. И это уже выглядит устрашающе. А почему это выглядит еще более устрашающе? Потому что вы посмотрите на Нетворс. Товарища, который у нас играет на Фантомке. У него уже 3500. И он чувствует себя великолепно. У него все очень хорошо. Пришел Нотейл. Сразу получи Крит с первого же ножичка. На четвертом месте по Нетворсу только что шел у нас Инвокер. МВП начинает хорошо. Очень хорошо. Слишком хорошо даже, я бы сказал. Мартрей здесь будет не так просто. Потому что есть Блайнд to Fly. И он будет слепить ее. До появления Блэкинг Бара врываться в эпицентр драки не самая лучшая затея. Лучше повременить. Да, тут пожалуй, это право. Даггера никто не отменял. Можно кидаться, кидаться, кидаться. Ну, МП, МП пока довольно неплохо. Использует, собственно, свои скиллы. А то в мини-део прыгнули на МП. Будет ли сейв, тут же Крит. То есть сейв. Шедоу Демон отсюда летит, но очень поздно. И это минус МП. Да ладно, Шедоу Демон все-таки засейвил. По кусаке есть. МП, МП, МП. Уходим вис, боже, фантастико. Мультикаст, прыжок на Нотейла. Пытается зарубить. Он под ГДС, неужто зарубит. Срубили и минус Мун. Это просто какая-то жесть. Киоу будет догонять. Киоу будет догонять. Сейчас будет блин то ли на Флайт, то ли на Миракла. Пошел Даггер у нас Миракла. Крит очень близко. И будут ловить Крита еще. Форев побежал до конца. Форев цепляет Миракла. У Миракла огромные проблемы. Тут же Киоу по Мираклу. Еще один слэмдак. Продолжает МВП. У Крита тоже могут быть травмы, потому что очень быстро бегает Форев. Он понимает, что слишком далеко зажал. Надо уйти минус 3. Трикора погибло. Я спичлесс. Знаешь, когда вот говорят, уже не засейвить. И он уходит на этих 10 хп, его прячут. Крит, Крит, может что покинуть? Еще один фрак. Остановите Демонов. Остановите эту корейскую машину. Кто будет отдавать еще фантомку МВП? Больше никто и никогда. Да, у нее на данный момент, напомню, 100% и винрейт. 5-0 на турнире. А у фантомки 5 с копейками тысяч голды. 5 с копейками тысяч экспы. Почти 4 с половиной тысячи голды. Преимущество Канда МВП. И они продолжают давить. У них очень хороший левел сейчас у инвокера. У них все хорошо. Стаков много. Вот нам намекают, что очень много стаков для свена сделано. Либо для тинкера, кто бы это не нафармил. Если МВП туда еще доберутся. Ой-ой-ой. Как же пока работает Акс. И как же он будет работать дальше. У него тысяча голды. Он сейчас выформит себе. Как только он себе купит какой-то условный блейдмейл. О, мама родная. Что там будет происходить. Ну, пока неясно, будет это блейдмейл или какой-то вангвард. И он пойдет в Кримсон защищаться. Все-таки играет против свена. Ну, логично. Лишним не будет. Лишним не будет. Хотя и блейдмейл против свена. Если подловить его на ГДС. Будет очень круто. Ну что, МП. Медле. Играет через урнуну талисман Фейзы. Никаких медасиков. Только айтемы на файт. Да, пока игра, конечно, смотрится немножечко односторонней. Но надо как-то собираться, наверное, и OG. OG сами знали, на что они идут. Когда пикали такие герои, они прекрасно понимали, что с Тинкером до 20-й минуты они просто будут мальчиками для бедея, а для героев команды BP Phoenix. И они прекрасно понимали, против чего им придется играть и против кого им придется играть. Но вот Тинкер – это одна из заготовок. Это сразу было понятно. Уже работала она. Посмотрим, сработали здесь. Но Тейл тем временем через ГДС заформил квадрополстак вот здесь вот своих эншитов. Но Рошанчик, как мы видим, понемножечку падает. И ничего OG с этим не сделают. Ну, понятное дело. Они провязали ГДС на эншитов, значит, драться на Рошана ведь они не собираются. Пошли слипы. Ничего страшного. Мультикаст очередной. Ну, и Кой здесь очень хочет получить. А если он и получит. Времени довольно много. А там драка. Агр пошел по криту. Это минус 100%. Продолжает Пареф просто вбивать своим вот этим топором в землю героев команды OG. Киоу оставляет стола Рошана. Забирает он его. Девятый левел уже есть. Влад Мирс есть. Все, что надо, есть для драки. Ну, и этот лютый Акс тоже имеется у нас в игре. Акс действительно лютый. У него уже 11 левел. У него уже 11 левел. Это Каллинг Блэк второго уровня. Мы понимаем, что это уже 325 трэшхолда. То есть это еще менее весело. 250 дэмаж наносит. Он ровно на половине здоровья может убить котла. Вот ровно половина здоровья, но может его рубить. А половина здоровья это два раза крутнуться. Такие стп тут же отменяются. Тут же отменяются. Нервы пошли. Кто-то понял. Ну, это, скорее всего, Тинкер был. Так что, в принципе, не особо важно. Да, это был Тинкер. Это был фиолетовый Миракл. Он понял, что сюда лидеть не стоит. Тут же отменил. И сделал реарм. У Тинкера пока с левелом не так. Все хорошо, как у игроков команды MVP. И восьмой уровень всего у Тинкера есть только тревела. А там, тем временем, Смок от MVP. Одновременно с пушем Тавра MVP идут в Смок и в ганг. МП, Фарев и Дубу. Если хоть одного цепляет Фарев, либо двух, это два трупа моментально. Если еще рядом есть инвокер, можно вообще всю команду разложить. Эй, не побежали искать. Могут найти, могут найти, находят Флая. Котал умер, Котал умер. Флай отсюда уже никого не денется. И можно еще ускориться и поискать кого-то. Эншенты! Ну там всего даблстак, но его надо забрать. Его надо забрать, но что Тинкер, надо забирать. А надо, боже Тинкер, Свен, 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 Свен. И это самое-самое главное, чтобы он не забирал вот этот фарм. Решили оставить. Пока решили оставить. Да, пока решили оставить на топе, тем временем пытаются сплит-пушить как-то Улжи, но Тавр в миде они потеряют. У Тинкера 4 700 нетворца. Там на ботами. Снизу Миракл. Неужто Квоево просто заберет в одного даггер? Нет, вижу, но пока запрекивает Мун, надо ставить в купол. Да, Маегис. Надо быть аккуратнее. Миракл зацепили. Трайшком подходит МП, стоит ЕМП. Миракл, надо отсюда улетать. ЕМП стоит, Миракл просто взрывается. Продолжается драка. Пошел Агр. Нотелла. Сагрили. Нужно разматывать. Пошел к сайт. Есть мультикаст. Есть стан. Нотелл. Ну и кайтить Нотелла Кьюоу. Ты посмотри, где Кьюоу уже. Кьюоу уже просто за линией атаки. Он пытается убить Флая. Флай еще один удар. Флай погибает. Ну и тут просто испепеление команды ОУДЖИ. Простите. Рубят Нотеллу голову. Крит остается один. Теперь Мун остается один. И это... Сейчас будет Team Vibe, если они догонят Муна. Мун пытается бежать. Подожди его Мун дал. Дилейшн прыгает Кьюоу. Кьюоу режет. Режет больно. Кьюоу будет продолжать лезть. Нет, пусть отпустят. Дилейшн. Дилейшн спасает Муна. Может отпрыгнуть. Может отпрыгнуть. Беги, беги, Лола. Беги. У Муна проблемы прыгать. Пойдет Коу. Да ладно. 14-ая минута. Под Т4 идет Кьюоу. Это International, господа. Но он все-таки понимает, что это International, господа. И делает два шага назад. 15-3 на 15-ой минуте. MVP Phoenix просто втаптывает в землю команду OG. В прямом переносном значении этого слова. Потому что 7 раз действительно втаптал своим топором в землю игроков команды OG 4F. 7500 Networst. Это 2 таппы в Миде прессуются. Очень трудно сейчас будет зайти на хайграунд. Так как играешь против Тинкера. Понятное дело, сейчас будет спам по кусак. Которых надо чем-то и вейдить. Мы видим Фантомка. Му может собрать и Дезолятор, и БКБ. Не угадаешь никогда. Торнадо, ЕМП, но Тейл остается без маны. Они хотят его забрать? Нет. Мидас прилетает к Инвокеру. Серьезно. 15-ая минута игры. Вы под Т4 деретесь. Ты покупаешь Мидас. Почему не барабаны? Почему не юл? Почему не выход в какой-то хекс? Я даже не знаю. Дезолятор какой-то. Возможно, это такой себе план B-C. То есть, как бы, Фантомка с Аксом это план A. Но если вдруг что-то не пойдет, пусть будет план B. Инвокер с Мидасом нафармит, вынесет, убьет. Все сделает. Инвокер пока в этой игре. Кстати, отыгрывает тоже очень хорошо. Мон. Мон. Не знает, что он там. Они не знают, что он там. По деньгам график лучше не открывать. Он страшный. Но мы его уже видели. Сагрель Нотейла. Нотейл крутится. Ну, там, это минус Нотейл. Он без манны. Он без манны. Нотейл отсюда не уйдет. Залетает ему дагер-скину. Замедлий. Слэм дан. Вау. Это машина. Это просто корейская машина. Вот как только они берут героев, которые играют вот так. Так, как это было на первой карте. Так, как это сейчас происходит на третьей карте. Это просто жесть. С этим вообще, по-моему, невозможно бороться. Страшная сила, конечно, МВП Феникс. И уже очень близки от того, чтобы упасть в сетку лузеров. Где, напомню, команда, которая проиграет, будет играть против победителя ТНС Гейминга. Вичи Гейминг Реборна. Играть будет завтра, если я не ошибаюсь. По-моему, да. По-моему, да. Завтра у нас будут первые вот эти вот бест-топ-3 в лузерах. Ну и, понятное дело, это очень страшно падать в лузера. Когда ты проходишь группу, имея 11-3, и сразу падаешь в лузера. Это очень неприятно. Все-таки дезолятор. Все-таки дезолятор кого-то решил играть до победного. Да нормально, у него своя игра. Котла уронить с одной тычки, это замечательная затея. Да, и недалеко там ушел от котла крит с 900 хп. Ну что, они забирают очередную Т2. И тут же, я думаю, можно смещаться на топ. Там еще две вышки стоит. Дезолятор готов, 11-й уровень. Тут наши два фотографа в футболках Рухаба. Я вижу, пошли и расположили камеры и направляют их в сторону команды MVP. По-моему, по-моему, наши фотографы что-то чувствовать начинают. Что сейчас надо будет снимать кадры какие-то интересные. Но, по-моему, ребятки, рановато вы расположили свои фотокамеры. Это мне на футболе всегда нравится, когда корреспонденты выходят и бегут за ворота одной из команд. А за воротами другой команды стоит какой-то один чувак. И в итоге та команда там 0-4 проигрывает. И у чувака самые редкие фотки. Ноутейл этим не поймали. Он ЕМП сейчас получит лицо. Маны у него не останется. Проквейли его. Поднимает его также в торнадо. Будет ли продолжение атаки. Ноутейл очень больно взрывает. Ноутейл астрэнджит. Ноутейл так ничего не выформит. У него нет Black King Bar, у него есть сабля. А что дальше? Есть ли такое количество магического урона и контроля, как с Веном в файте находиться? Ты нажимаешь ГДС, ты тут же получаешь торнадо, ЕМП, Пурдж. Пурдж тебя замедляет и гнает. Как ты вообще до таргета доберешься? Непонятно, непонятно. Я вижу рисует, просто очень нервно рисует по карте ноутейл, что отсюда доходят, отсюда заходят, видят корейцы. Все абсолютно. У них варды стоят везде. Они действительно видят сейчас все. И для них не новостью является любой выход команды OG куда-либо. Только-только Блинг на 18-й минуте нафармил у нас Миракль. Миракль деньги берет из ниоткуда просто. Но это делает он постоянно. У него тревела Блинг. Но сейчас ему надо минут 40 времени. Линза появляется у дубу. Зажались OG. OG стоят на базе. Тинкер будет потеть. Тинкер будет потеть. Ему надо и держать базу в порядке, и при этом успевать сплитпушить и зарабатывать деньги по всей карте. Иначе эту карту выиграть, наверное, не получится. Как вытаскивать Свена из той ситуации, где он сейчас находится, мне пока не ясно. Но он пока играет один. За свою команду и придется им очень сложно. Я не знаю, сможет ли Миракль. Да, он... Так, так, так. О, может подставиться. А как? А как? Ну, пока у него нет БКБ, он уязвим. Ну, а как его цепануть? Разве Куполом? Купол, Купол, Купол. А есть Даггер? Там Даггера нет. Ой, как все плохо у Мунута. До сих пор Владмиры нет на 20-й минуте. Понятное дело, три фрага всего сделали OG. Идет 20-я минута матча. Денег взять неоткуда. Но они не такие игры переворачивали. Они это прекрасно знают. Надо чуть-чуть потерпеть. Надо дать возможность поформить Миракль. Все будет хорошо. Но вот, да, сложно. Я понимаю, что это убер сложно в такой ситуации, когда тебя давят вот эти невероятные корейские ребята, которые останавливаться не собираются. Они будут давить, давить и давить. Но все может быть. Нужно много хила МВП, если они хотят зайти на хайграунд. То есть это должны быть пайпы, мейки и так далее. Иначе Тинкер не подпустит. Сейчас отспамился ракетками. Кво было уже очень неприятно. Да, у него Владмир, он отрегенится от ближайшей пачки крипов. Но на хайграунде у тебя не будет на это время. И бождать Рошана. Рошан тоже неплохая затея. Мека появляется. То, о чем я говорил. Огармак решил ее собрать. Может грифсы набрать. Ну, почему бы и нет. Для корейцев сейчас главное не останавливаться. Потому что если они зажали ОГИ на базе, и за это время ОГИ не фармили, то вот сейчас буквально минутки полторы ОГИ уже нагло вылезли с базы. И Мерекль уже далеко себе залетает. И они уже ищут какие-то моменты для гангов. Ну, соответственно, время-то идет. Так, тут все заваржено. Тут просто невероятное количество вардов стоит. Все как положено. Ну, саппорта на ОГИ очень трудно. Как ты будешь девардить, когда там ведут под врагом, там вся карта фармится. Место для смоука. Вот они езнули этот смоук. Ну и что? Они не знают, куда идти. Они не знают, где находится сейчас враг. Приблизительно они догадываются. Идут маяки. Вот мы едем в Vision команды ОГИ. А вот они МВП. Они просто по всей карте. Они везде. Куда бы ты ни пошел, везде игрок команды МВП. Ну и что? Пытаются чекнуть Рошана. Его там нет. И Парев. Парев. И Нотейл не знает, что ему делать. Полетела Торнадо. Торнадо зацепляет Муна. Зацепляет Крита. Ну и надо уходить. Надо уходить. Ну что там Кио уже погнался. Ой-ой-ой. Ему Миндеру как больно-то. Там Лайдон скинула Куа на лоу-граунд. Его не так просто взять. Есть Агр по двоим. Нотейл начинает взнять. ЕМП остается без маны. Можно проезу стики. Проезу стики ставят скопу на двоих. Но теперь бежать. Бежать отсюда. Бежать, ребят. Это защитный копу. Это защитный копу. Ну нельзя драться. Но Тейл не может уйти. Его видно. Но Тейл разрубила тот же. Мунминдер едва живой уходит. Там байбэк сделал крит. 3-19 становится счет. И они продолжают гнаться. Но пока крипов нет рядом с хайграундом. Поэтому зайти не получится. Минус 500 голды Криту. Минус 400 голды Но Тейлу. Появился Рошан. На Рошана идти уже не могут. Потому что единственная их надежда это как-то может быть под купол Борозда. Ее нет. Потому что нету купола. Был проезан для того, чтобы хоть как-то спастись. Хоть как-то не умереть пятером. Фантом Ассасин Блэк Кинг Бар на подходе после Рошана он будет. И Аегис. Ой-ой-ой-ой-ой. Это 23 минута. Аегис, Дезолятор, Владмирс, Блэк Кинг Бар. Ой. Как с этим бороться? Мы пока еще не знаем. Я думаю, LG тоже не знает. Я думаю, сами МГП не знают, как с этим бороться. Сейчас посмотрим. Если пойдут на хайграунд, значит уверены в себе. Если попытаются еще посплитпушить и пофармить, значит они сами не знают, что им делать в этой карте и как зайти против Тинкера. А тут нужна только уверенность. Пайп, Мека, уверенность и заход на хайграунд. Тинкер продолжает сплитить. Тинкер продолжает делать то, что он в принципе должен делать постоянно. И делает он это весьма успешно. То есть деньги у Тинкера появляются и рано или поздно будут появляться серьезные артефакты. Вот наступит ли это рано или поздно? Вот в чем вопрос. МВП. МВП неужели зайдут сейчас по низу? Подлетает БКБ. Подлетает Чья-то Клаака. Вот оно БКБ. Вот они Витра Уакса. Они еще пока на базе. А, ну надо донести. Ну и Котл Тинкер. Как зайти? А вот так зайти, говорит Парет. Но он не допрыгивает. Не допрыгивает. И вынужден отсюда убегать. Сложно будет. Очень сложно. Очень сложно. Прожимает Семека. Вот они ракетки. Клоа запрыгивает. И просто рубит Тинкера. Нужно делать байбэк. Мама дорогая. БКБ у Кио. Пытается он бежать дальше. Флай и Крит отманивают его сюда. Под фонтан запрыгивает Кио. Зарезал еще одного. Феби танкует здесь. Есть байбэк от Котла у нас. Тинкер пока не выкупается. Форев рубит базу. А где у нас находится Свен? Свен Формитеншта. В этот момент он понимает, что он ничем не поможет, пока у него не будет БКБ. Заслипали крипов, но бэкдор протекшн вырубился. Поэтому можно бить. О. Бьет. Ты ведешь меня под фонтан. Отличное место, чтобы убить тебя. Да. Решил Кио. И Флай оставил там. Но лучше под него не подставляться. Хотя у него в кулдауне БКБ. Это надежда. Ноутейл пока сплитит. Ноутейл сплитит. Купол. По троим. Хорошо. Купол. Тинкер не выкупается. А Мун, что он делает? Мун ничего не делает. Просто бежать. Ой-ой-ой. Прыжочек. Ноутейл. Ноутейл. Кьюоу. 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 Как он тут оказался? Как он здесь оказался? Да, сбили Аэгис. Бараки падают. Он залетел туда просто с ТП. И его там убили. Фэби. Надо его подхилить. Продолжается драка. Бараки продолжают падать. Полетели по кусаке. Уйдут. Надо отойти. Надо отойти. Их сейчас поймать на развороте кого-то. Двоих заставили выкупиться. Котла. Ой-ой-ой. Сейчас будет Даггер. Нет, это Аггер от Форева. Есть Blackmail. Разрубили. Ноутейл стоит встанье. Ноутейл стоит встанье. Он после Байбека, ребят. Он после Байбека. Скорее всего сейчас может закончиться игра. Может закончиться этот первый четверть финал этого Интернешнла. Ноутейл едва живой. Ноутейл едва живой. Взрывает Ноутейла 60 секунд без него. И заход на хэкграунд. Ни на секунду не останавливаются. МВП на хэкграунде OG. Сейчас будет падать первая сторона. Прожат фортификейшн. Они просто зонят. Они просто зонят OG. Они даже не могут подойти по дефу, несмотря на то, что у них Тинкер в команде. Падает первая сторона. Тут же переключаются на мидл. 24-3 на 25-й минуте. Один игрок уже в минуту погибает. Торнадо. Блэйд Мэйл. Флай погибает. Бедный Флай. Бедный Флай. Как же отыгрывает форевно это Максик. Это, я не знаю, у меня просто нет слов, чтобы описать. Я думаю, наши аналитики более детально опишут эту игру. Но это феноменально. Пока это феноменально. Киоу юзает БКБ. Киоу. Даггер на Критану не стал прыгать. Но это отойти на самом деле. Незачем сейчас погибать вот за эту Т3. Она ничего не стоит. Форев прыгает на Муна. Надо помощь. Надо помощь Муна. Тут же у нас МП. Мун не разрубил его Форев. Но Мун все равно погибает. Стак Тингер пришел. Забрал МП. Ну, теперь точно-то уйдут. Все-таки Миракль сделал свой фраг. Т3 только потеряли. Два барака потеряли. На топ-линии еще полностью стыд. 12-0-6 у Форева. 6-0-12 у Киоу. Графики лучше не открывать. А если открывать, то детям закрывайте глаза, пожалуйста. Потому что у них может случиться что-то тяжелое. 25-тысячный Творца на 25-й минуте. Ведет команда MVP Феникс. В первом четвертьфинале Интернешнл 2016. Просто закупаться сейчас на все деньги, которые заработали, и идти назад на хайграунд. Идти назад на хайграунд. Неописуемая жесть, если честно, происходит. Я... Не я, не... Я уверен, 99% зрителей никак не ожидали, что MVP смогут переиграть OG. Если на этом турнире кто-то казался стабильным, то это была команда OG. OG в пике MVP явно не ожидали. То есть они выбирали себе наиболее простого соперника, как им казалось. Ну так MVP, так и играли. Снизу крита, цепанули крита. Проблемы огромные, ему разрубили просто голову снизу. А так вот, MVP не выиграли ни одной серии. 6 ничаих и поражений 0-2 у их Ом. Все. MVP были очень нестабильны на этом турнире. Если бы это было Best of 2, они бы тоже сыграли 1-1. Но это Best of 3. Но они еще пока не выиграли. Они пока не выиграли. Мы прекрасно понимаем, что OG это команда, которая умеет играть в доту. Они борцы. Купол есть. Да, первого уровня. Faisley's Void отвратно выглядит сейчас по нетворцам, по айтемам в инвентаре. Но его цель просто. Нужно сражаться. Действительно, поставить Купол, постараться дать туда Респлиттер и один раз задуть Котлом. А дальше может быть Тинкер. Тинкер с Аганимом как-то прыгает по РФ. Прыгает по РФ, поднимает нас крита, но не решает идти под крита. Просто поджигает его. Ну и вот он, зонинг. Зонинг пошел, пошли. Опять-таки просто. Они пытаются бесконтактно выиграть. Прыгает Купол. Купол на двоих хороший. И Мунминдер пытается бить Кьёл. Тут же сейв. Тут же сейв. Он загрел двоих. Форев загрел двоих. Мил Смиргл. Байбака нет. Преследовать флайер будут или нет? Нет. Оставляют. Но Тейл. Но Тейл разрубил инвокера. Можно драться дальше. Но пока Тинкера нет, надо драться. Форев остается в игре. И это самое главное. Но Тейл. Тройной мультикаст. Минус Но Тейл. Байбака нет. Кьёл под флайер. По Т4. Резать. Мунминдер. Тоже проблем у него. Отпрыгивает он. Пока живой. Но Кьёл догоняет. Кьёл догоняет. Кровь. Байда. Разливается под троном. Тим Байб в исполнении MVP Phoenix. И падают бараки. Они не пишут ГГ. Понятное дело. На топе все еще стоит Т1 и Т2. Но MVP просто переключается на Т4. Прожимаются гривцы. И они могут под фонтаном стоять. Местить команду OG, которая будет по одному появляться. Они не собираются уходить с этой базы. Это факт. Скоро появится инвокер. И он тоже придет сюда. И они будут продолжать драться прямо на базе у команды OG. У двукратных чемпионов мейджора. У команды, которая провела просто невероятный групповой этап. Здесь уже в Сиэтле. Но, к сожалению, сейчас эта команда оказывается слабее. Но Last Chance имеется. Last Chance имеется. Это еще не ГГ. Эта игра еще идет. Представь себе драку, в которой OG выиграют. Как это должно выглядеть? То есть купол на пятерых. Но так, чтобы их мог бить Свен. Но как-то и так, чтобы еще и Слиттер туда дать. И Титан, конечно же, скастывал все это дело. Да, да, да. Ну как-то вот так вот, да. Я понимаю, что это фактически не это фантастика. Это из разряда фильма Майкла Бейла. Но Майкла Бейла, боже. Выдумал вот это на ходу режиссера. Где-то есть такой режиссер, который 100% что-то снял. Я думаю, он такой сейчас сидит и смотрит. Думает, вот это... Откуда он меня знает? Откуда он вообще? Я снял одно кино, и то на свой мобильный. Авилат меня придумал. Да. Ну что, Т1. MVP не надо, лишнее приглашение. MVP идут сами. Минус Т1. Сразу же будет минус Т2. Так, тем временем, тем временем, снизу. Миракл погиб. Опять без байбека. К сожалению, Акс в этой игре... Unstoppable. Он просто Unstoppable. С какой-то 15 уже фрагов или с какой-то Акса? Он вообще нормальный, он курьера убил. Он играет на 0. Он просто бегает и убивает. Понимаешь, он просто бегает и убивает. Он вообще все равно кого. Людей, крипов, курьеров. Он явно отработал своего вайда. Да. На 100%. Да, Фарэм сейчас вот все, что он на вайде купола не давал. Он все... Все мы ему прощаем. Вообще все. Киоу, крит. Раз, два, три. Минус крит. Молтейл пытается уйти. Получает даггер. Засловили его. Парефт не Эврит, братан. Под фатан ты не пойдешь. Молтейл начинает бить парефа. И еще чуть покрутиться надо, но нет. Это все зонинг. Это все... Это все просто попытки остановить команду OG от аутбуша вот этого. АМП ломает тем временем тавер. И Киоу ломает тем временем бараки. Мунминдер готов прыгнуть, поставить свой последний купол в этой игре. Они стоят пятеро. Прыгает Мунминдер. Купол ставит на троих. Киоу зашел пешком в этот купол, но нет дэмэджа у Муна. Нет дэмэджа у Свена. Нет дэмэджа ни у кого. А у Киоу дэмэдж есть. Киоу разваливает мир окна, наверное, в последний раз за эту игру, пока у него миссы. Но разваливает его Форел. Гуд гейм. Валплей. МВП Феникс. Топ-6 Интернешнл. OG падает в лузера. Это просто невероятное начало Интернешнл. Первая сенсация Интернешнл. Уже в первый день после первой игры. 99 предикшенов отлетают никуда. Никто не ставил победителем здесь МВП. Разве только близкие фанаты, друзья, знакомые, которые должны были, обязаны должны были это сделать. Но вот у Меракл на ваших экранах. Его первая игра на главной сцене Интернешнл не задалась. Его первый дебют пошел не так, как бы хотелось. Ноутейл опытный. Ноутейл действительно опытный. Ноутейл знает, как проигрывать. Но! Это самое главное. Это чудесная сцена. Нас радует. И первая игра оказалась просто невероятной. Первая игра оказалась просто шикарной. МВП Феникс проходит полуфинал. Винеров. Ну а играть они там будут либо с Digital House, либо с Wings. И вот эта серия будет еще более интересна. Третий год подряд на Интернешнл. Все то же самое. Спасибо огромное, народ. Тортик приехал. Замечательный. Спасибо огромное. Да, День Рожжения на Интернешнл. Это очень круто. Это всегда праздник. Спасибо, народ огромный. Спасибо, что люди собираются. Это очень приятно. Вить, ну что, у нас сейчас пауза. Мы пойдем с тобой тортик кушать. Мы пойдем тортик кушать. Всем спасибо огромное. Спасибо за поздравления. Много кто написал и в Твиттере, и ВКонтакте, и везде. Спасибо вам огромное. Мы пойдем праздновать. Это все мое. Я никому не отдам. А я слово передаю студии аналитики.